Здравствуйте, друзья! Наконец-то мы встретились с вами, как говорится, глаз-глазу. Давненько мы не виделись так вот. И хорошая тому причина выход Sakura Angels русификатора. Ссылка на скачивание этого самого русификатора под этим видео к вашим услугам. Свеженький, только с пылу жару. Вчера вышел, и я сразу хочу начать прохождение Sakura Angels. Так что если вам нет 18 или мамка рядом стоит, или там интимных сцен боитесь и... Не знаю, какие могут причины. Пожалуйста, отойдите. Или отведите всех животных от своих экранов. Всех остальных же я приглашаю в этот сказочный... Мир! Не побоюсь этого слова. Сокур. Начнем же! Каждую ночь... Мне снится один и тот же сон. Каждую ночь... Я непременно оказываюсь здесь. А затем каждое утро я просыпаюсь, не в состоянии вспомнить ничего об этом месте, до тех пор, пока не усну снова. Ни одна ночь не прошла без того, чтобы мой разум не был поглощен этой бездной. Этот мир лишен света настолько, что я даже не вижу руку у своего лица, и не важно, насколько сильно я ей трясу. Понятия звука также отсутствуют. Мои шаги беззвучны. Мои отчаянные крики поглощаются пустотой так же быстро, как и выходят изо рта. Я в ненитущей бесплодной пустоши. Находясь здесь, какое-то время я начинаю сомневаться в своем собственном существовании. Однако, несмотря на удушающее чувство от отсутствия чего бы то ни было, я знаю, что я не один. Что-то смотрит на меня, наблюдает за мной из тени. Не могу сказать наверняка, что это, но время от времени я ловлю на себе чей-то взгляд. Пара горящих ярких глаз, направленных исключительно на меня. Они ненавидят меня. Презирают меня. Я чувствую враждебность, исходящую от того, кому они принадлежат. Я знаю, что они хотят только одного. Наброситься на меня, но что-то сдерживает их. Сила, которую они искренне презирают. Невидимые цепи, которые связывают и сдерживают их от единственного желания. В самом начале, когда мне началось сниться это место, глаза были далеко, будто мерцающие звезды. Но с каждой ночью глаза становятся немного ближе. И блестят все ярче. Я думаю, та сила, которая их от меня сдерживает, начинает слабеть. Что произойдет, когда эти глаза доберутся до меня? От одной только мысли в дрожь бросает. Я знаю, что это всего лишь сон, и я не должен бояться. Но все, что я переживаю здесь, такое отчетливое. Здесь, похоже, вообще нет обычной мутной дымки, которая бывает, когда спишь. Все идеально ясно. Я чувствую застоявшийся ледяной воздух вокруг меня, которого достаточно, чтобы время от времени меня бросало в дрожь. Я уже привык к этому сну и знаю, чем он закончится. Пышными формами? Я буду пробираться через темноту, по ощущениям, целую вечность, так ничего и не найдя, пока наконец не наступит утро и не вытащит меня из этого кошмара. По крайней мере, так это обычно заканчивалось. Сегодня что-то иначе. Эти горящие, полные ненависти глаза, которые всегда держались подальше от моего взгляда. Я вдруг толкнулся с ними лицом к лицу. Никогда прежде я не был к ним так близок. Никогда прежде я не заглядывал прямо в эти глаза. Их пронзающий взгляд сковал меня. И нахлынула острая боль. Я не могу двигаться. Я не могу дышать. Затем из темноты появилась кривая улыбка. Настолько же зловещая, как и глаза. Так скоро я практически чувствую свободу. Уже недолго осталось. Наслаждайся жизнью, пока можешь, мальчик. Твои дни сочтены. А потом всё изменится. Вот так начало. Комнатка. Типичная, типичная. Ох. Голова на части разрывается. Сегодня голова заболела сильнее, чем раньше. Каждое утро я всё время просыпаюсь с ощущением, будто по моей голове стучали отбойным молотком. Тум. 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 Это почти как сердцебиение. Такое чувство, будто голова сейчас расколется напополам. Странно, что несмотря на сильную боль, она всегда проходит довольно быстро. К тому времени, как я просыпаюсь и иду в школу, боль обычно утихает до приглушённой пульсации в затылке. Так что по большому счёту это не очень серьёзная проблема. Но, конечно, не весело просыпаться так каждый раз. Мне просто кажется странным, что так происходит постоянно. В любом случае, хватит думать об этих странных загадках. Ведь такая музыка играет. На дворе светит солнце. Пора в школу. Пришло время начать новый день. Немного поборовшись с одеялом. Так делают все японцы? Я не знаю. Я вытащил себя из кровати. Взглянув на часы возле кровати, я понял, что ещё рано. Слишком рано. Будь моя воля, день не начался бы, по крайней мере, до полудня. Но, к сожалению, жизнь не так прекрасна. А дёрнув занавески, чтобы впустить в комнату свет, я чуть не воскликнул от слепительного света. Как же ярко! Оставшееся время было потрачено на битву со школьной формой. Что-то у него какие-то одни сражения. На диване галстука становится всё более проблематичным. Когда ты полусонный и растёшь, шея становится очень толстой. Значит, тебе нужно много галстука, чтобы обхватить всё и завязать этот узел, чтобы он просто не лопнул на этой суперпрокаченной шее. О боже, похоже, моя рука в нём застряла. Это про галстук всё, я думаю, речь идёт. Чуть не задушив себя до смерти в этой душераздирающей битве, я закончил с галстуком. И остальная часть школьной формы подчинилась мне без сопротивлений. Я всегда знал, что галстук — лидер школьной формы. Предводитель, так сказать, Чи Гевара. Не найдя расчёску, я обошёлся тем, что разгладил волосы руками. Я постоянно у зеркала, глядя на кого-то с грязными чёрными волосами. Эх, ну почти. Кое-как одевшись и кое-как собравшись, я спотыкаясь, вышел из комнаты, мои ноги всё ещё не проснулись. Неровными шагами, шатаясь, я спустился вниз по лестнице и вскоре вышел на кухню. Меня приветствовала тишина. Кухня была пуста. Привычное зрелище. Моих родителей можно назвать трудоголиками. Как правило, они больше проводят время в своих работах, чем здесь. Я могу только застать их вечером, когда мы ужинаем, после чего все идут спать, и уже всё повторяется заново. Не поймите меня неправильно. Я понимаю, что им приходится работать, чтобы нас обеспечивать. Так что я не ненавижу их за это. Просто становится, не знаю, одиноко. А, ладно, бесполезно стенать по этому поводу. Так было на протяжении многих лет, так что я не знаю, почему меня это стало волновать именно сейчас. Положительная сторона того, что их не было рядом, в том, что я должен был быстро научиться готовить сам. Просто поразительно. Как быстро можно приспособиться к таким вещам, когда ты голоден? Не думаю, что у меня есть время на что-нибудь изысканное, так что я просто обойдусь тостом. У вас никогда не возникает проблем с тостом. Неужели он хочет устраивать сейчас какие-то бои без правил с тостом? Я так не делаю. Ну ладно, у вас могут возникнуть проблемы с тостом. Окей. У меня вдруг возникли травмирующие воспоминания, когда тостер вспыхнул ярким пламенем. У этого парня действительно очень много проблем. Ах, что это был за день? Но я учусь на своих ошибках. Этого не произойдет во второй раз. Теперь тостер связан, повязан, стоит в углу или подвешен на веревках. В третий... в третий раз? Уже третий раз? Оказывается, вторая, первая ошибка его ничего не научила. Наскоро съев только чуть-чуть обуглившийся тост, я накинул сумку на плечо и направился к входной двери. Перед тем, как открыть дверь, я в последний раз огляделся. Гори все это квартира синим пламенем, наверное, подумал он. Немного грустно, когда не с кем попрощаться. У тебя есть тостер. Но опять же, так было всегда. Каждый будний день. Сколько я себя помню. Солнце высоко светило в безоблачном небе. Над головой щебетали птицы. Толпы учеников со счастливым видом общались между собой. Шли в школу. Общаясь. Шли в школу. Это все так ужасно. Ну, конечно, если ты борешься с галстуком и тостером, то просто солнце и общение людей для тебя кажется ужасным. Я не жаворонок и не могу постичь того, как в это время все могут ходить с блестящими глазами и пушистыми хвостиками. Мне требуется все моя воля, чтобы просто ставить одну ногу перед другой вместо того, чтобы свалиться на землю. Мне остается надеяться, что завтрак усвоится и даст мне сил, прежде чем я буду вынужден буквально тащить себя через школьные ворота. Опустив голову и смотря под ноги, я упорно продолжал идти вперед. Вдруг я заметил, что атмосфера, полная жизни, пропала. Плохо усвоился тост. Вокруг воцарилась полная тишина. Слышны были только мои шаги. Воздух, казалось, замер. Ага. Это немного странно. Когда я поднял голову, передо мной предстало вызывающее беспокойство зрелище. Улица была пустынна. Ни учеников, ни машин. Даже радостное щебетание птиц пропало. Что? Я поспешил вперед. Надеюсь, столкнулся хоть с кем-нибудь. С кем угодно. Даже солнечные лучи кажутся не такими золотистыми, а приглушенными. Все вокруг окрасилось в мрачные тона. Но на небе не облачко. Ладно, это определенно начинает меня пугать. Мне надо просто... Мою голову пронзила острая боль. Заставь меня остановиться. Будто мне в череп садили раскаленной кочергой. Головная боль? Сейчас? Это какая-то бессмыслица. Отчаянно стараюсь удержаться на ногах. Я схватил голову руками. Пошатнулся вперед. В отличие от предыдущих случаев, когда голова постепенно проходила, в этот раз все становилось только хуже. Хм... Тум-тум-тум. Оно не проходит. Я опустился на колени. Я даже с трудом могу нормально думать. Такое чувство, что моя голова может взорваться в любой момент. После чего, стиснув зубы, скорчась от боли, я увидел это. Что-то, чего не должно существовать. Но очевидно существуют, как говорят мне мои испуганные глаза. О-о-о, монстр! Даже у меня сейчас побежали мурашки по спине, друзья. Это единственное слово, которое могло прийти мне в голову. Гигантская, невероятная масса плоти с клыками, красными узкими глазами смотрела на меня с ненавистью. Больше всего этот монстр похож на собаку. Но я не знаю собак в три раза больше меня самого. Он практически заслоняет солнце. Он запыхтел раздувшимися ноздрями, испуская что-то вроде пара. Из-за его напряженной позы и того, что он стоит у меня на пути, я понял, что он пришел за мной. Но почему? На этом, друзья, сегодняшний эпизод подошел к концу. Но продолжение будет в ближайшее время. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравится. И не сомневаюсь. И понравилось. Ставьте лайк, если вы хотите продолжение. Можете не ставить, все равно я буду снимать. Потому что мне хочется увидеть эти буди. Пока! И увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok